Канобу.ру представляет Ghost Recon Online делимся свежайшими подробностями будущей игры. Циклоп и Цицерон. Gods and Heroes from Rising перешла на стадию открытого бета-теста. Индустрия сходит с ума не только в России. Западные разработчики тоже перебираются в онлайн. Вслед за Electronic Arts освоить новую нишу пробует и Ubisoft. Она делает условно-бесплатный вариант давнего хита Ghost Recon. Игра с подзаголовком онлайн уже этим летом войдет в стадию закрытого бета-теста. Ghost Recon Online должен стать умным тактическим боевиком про командные перестрелки. Разработчики обещают не очень масштабные коридорные уровни с немногочисленными развилками. В Ubisoft намеренно делают сравнительно небольшие карты. По их мнению, в противном случае игра превратится в Call of Duty. По полю боя будут одновременно бегать несколько команд, решая задачу прохождения сквозь линию огня. То есть врагов придется обходить с тыла. Каким образом? По словам разработчиков, все зависит от интеллекта волевых командиров. Впрочем, сравнительно небольшие карты были выбраны и по другой причине. Важным элементом последней Ghost Recon являлась возможность использования укрытий. Авторы не хотели отказываться от пряток за препятствиями. И с самого анонса пытались любой ценой внести их в онлайновый вариант боевика. Играя на больших картах, в укрытиях не чувствуешь себя в безопасности. Враг может атаковать с любой стороны. Только благодаря коридорным уровням вроде бы удается сохранить аутентичный геймплей, полюбившийся многим игрокам. В идеальном мире Ghost Recon Online оказалась бы бесплатной версией предыдущей части сериала. С огромными тактическими возможностями и сложно сочиненным, но в то же время захватывающим геймплеем. Что же получится на самом деле, предсказать трудно. В пользу проекта говорит красивый пресс-релиз, обещающий старый добрый Ghost Recon. В противовес ему можно отыскать миллиард аргументов. Например, делается вполне адекватная и современная Ghost Recon Future Soldier, которая выглядит куда актуальнее бесплатного аналога. Здесь же графика даже по очень демократичным меркам не то чтобы очень красивая. Еще у нас есть большие опасения относительно монетизации игры. Для Ubisoft это, в конце концов, первый опыт выпуска Free2Play. Основным развлечением в Ghost Recon Online станут командные сражения 8 на 8 человек. Вполне возможно, что сыграть позволят и в режиме 4 на 4. Так или иначе, пока анонсирован только один режим игры — доминирование. На карте есть пять контрольных точек, изначально по одной из них находится в распоряжении разных команд. Побеждают те солдаты, которым удастся установить контроль над всеми пунктами. На этот момент придуман еще один режим игры, но подробности пока не разглашаются. Разработчики обещают поделиться информацией в ближайшее время. Кроме того, в Ghost Recon Online будет присутствовать ряд особенностей, характерных исключительно для онлайн-игр, например, кланы. А вот кооперативный режим находится под вопросом. Создатели вроде бы не против дать возможность игрокам объединиться в небольшие отряды и пострелять в компьютерных врагов, но официальных объявлений не было. Перед созданием этого материала мы вдоволь нафантазировались об идеальной Ghost Recon, за которую не придется платить. Но все-таки стоит спуститься на землю. Очень уж слабо верится в то, что бесплатная версия сможет конкурировать с полноценной. Иной раз лучше уж все-таки заплатить. Многострадальная Gods and Heroes Rome Rising, находившаяся в разработке аж с 2005 года, наконец-то перешла в стадию открытого бета-тестирования. Для того, чтобы оказаться в эпохе великих Цезаря и Цицерона, достаточно скачать клиент игры с официального сайта. Категорически неправильно сравнивать стилистику Rome Rising с какой-нибудь Rome Total War. Тут, конечно, не обойдется без закованных в медную броню солдат и полуобнаженных гладиаторов, но в целом игра больше напоминает God of War. Известно, что древние римляне вообще всю культуру своровали у греков, и это сказалось на Gods and Heroes. Порой, играя в нее, кажется, что за очередным холмом вот-вот вырастет Афинский Акрополь, а с Олимпа за войнами наблюдает Зевс. Кстати, божественный пантеон не просто выполняет декоративную функцию, но и оказывает влияние на сам процесс. Каждый класс поклоняется собственным богам, и если солдаты преклоняют колени перед Минервой или Марсом, то гладиаторы молятся Фортуне или Юпитеру. Естественно, каждый бог или богиня обучает уникальным умениям. Что касается здешних классов, это классические архетипы. Тут и говорить не о чем. При желании по Gods and Heroes можно изучать древнеримскую мифологию. Но в этой игре есть занятие поинтереснее. Мы сейчас не про убийство демонов, а про возможность собрать крепкую команду. Соратников можно нанять за деньги. Их можно получить в качестве награды за выполнение задания или одолеть в схватке, заработав уважение и пригласив к себе в группу. В Gods and Heroes около 130 приспешников, но в распоряжении каждого члена партии будет максимум 4. Управляемые искусственным интеллектом персонажи помогают в схватках и берут на себя часть поручений. Поведение соратников настраивается в специальном меню, так что косвенно их контролировать все же позволяют. Взять к себе на борт сразу четырех товарищей не выйдет. Количество помощников ограничивается вашим уровнем. Выше уровень — больше народу. Напарниками перечень игровых особенностей, конечно, не ограничивается. Собственный остров с экономикой — крафт квесты. Пусть Роумрайзинг не выглядит современно, зато играется она как вполне компетентная MMORPG про Древний Рим со спартанцами, божествами и мифическими тварями. Весомый аргумент против древнеримской дичи — игра невыносимо лагает. Хотя разработчики делают все, чтобы наладить оптимизацию. На этом все. С вами была Женя. Встретимся через неделю. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok